Наши посленовогодние красавицы-елки животным очень нужны в качестве обогащения их среды обитания. Для тех животных, которые с удовольствием их едят, это грызуны, копытные. Елки являются мало того, что дополнительным питанием, но еще и дополнительным витаминным питанием. Они очень богаты витамином С, и животные с удовольствием поедая и кору, и хвою, и веточки, которые заряжаются, получают дополнительные витамины, которые в любом случае им необходимы. В этом году зелок было очень мало по сравнению с тем годом, но вы прошли сейчас по вольерам и видели, что практически во всех вольерах есть зелки, это самое первое для обогащения среды, второе это для развлекушек, это животные развлекаются, и в зелках есть живица и масса других витаминов, которые именно нужны животным для желудочно-кишечного тракта, для того, чтобы грызунам, чтобы они стачивали зубы. В принципе, для этих целей нам нужны елки. Но помимо грызунов и копытных животных, елки ставят в вольеры птицам, хищникам их ставят в качестве чего-то нового, с новыми запахами, потому что все хищники в первую очередь ориентированы на запах того, что их окружают, и когда у них в вольере появляется что-то с новым запахом, то, естественно, им становится интересно, а что же у нас такое появилось? И они идут нюхать эти елки, они начинают с ними играться, как маленькие дети, они их подбрасывают, они их ловят, они об них трутся, потому что для них это новый запах, интересный запах. Некоторые животные сначала очень осторожно относятся к этим елкам, потому что елки пахнут не только хвоей, но они пахнут домом, из которого их принесли, пахнут людьми, которые их держали в руках. Для животных это новые, незнакомые запахи. Им очень интересно, что же нам такое принесли. Если мы привозим елку животных, надо снять с нее все, абсолютно, что мы на нее повесили, потому что животные могут случайно скушать дождик, а дождики не растворяются, и если дождика было много, это может вызвать проблемы пищеварения. Опять-таки, если игрушки висели на металлическом крепеже, металл похож на скрепочку, имеет острые края, он может травмировать пищеварительный тракт. Мы, конечно, тоже разбираем, пересматриваем все елки, но поскольку елок бывает иногда много, мы не в состоянии чисто физически пересмотреть досконально каждую елочку. Поэтому очень большая просьба к людям, которые привозят нам елки для животных, перед тем, как их везти, просмотрите сами. Не осталось ли там каких-то украшений, каких-то дождиков, каких-то металлических частей. Если нам будут привозить еще елки, мы будем очень признательны, потому что у нас есть, кому с ними играться, есть, кому кушать хвою, кору.